Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, и мои коллеги, журналисты Бук-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. День знаний прошел в Бресте. Чем запомнилось 1 сентября 2020-го для учеников и родителей? Какие объекты были открыты в честь важной даты, и что ставят в приоритет работники педагогической отрасли города? Виват-театр. Треский театр кукол празднует первый юбилей. Чем сегодня живет и дышит театр и его замечательные артисты? Какие планы на грядущие годы? Ирина Кузьмич подготовила специальный репортаж. 7 стран-участниц, 30 конкурсов, из них 3 в Беларуси. Сложные этапы взяты из боевой подготовки и повседневной деятельности войск. Армейские игры 2020 завершились. Определены победители. Об этом и не только прямо сейчас. Первая неделя осени традиционно приносит нам один из самых ярких и интересных праздников – День знаний, который открывает перед учениками и студентами новые пути. Порядка 42 тысяч учеников Бреста пришли в эти дни в школу. Они начали или продолжили увлекательные путешествия по стране знаний. Минувший год был непростым. Пандемия коронавируса смогла в один момент изменить ход рабочего процесса. Однако постепенно все вернулось в привычное русло. Разве что к вопросам охраны здоровья теперь стали относиться строже. Кроме того, учебный год начался и в двух вузах областного центра. Вступительные кампании здесь прошли достаточно успешно. Большая студенческая семья пополнилась новыми представителями. Чем заполнилась 1 сентября 2020-го? Какие объекты были открыты в честь важной даты? И что ставят в приоритет работники педагогической отрасли города? Об этом и не только подробнее в нашем первом сюжете. Первые и важные шаги в жизни у многих брещан связаны с Брестской крепостью. Не изменяя традициям, несмотря на дождь и промозглый ветер, именно здесь начали свой студенческий путь первокурсники технического университета. Они уверены, дождем праздник не испортить. Обновление мысли и свежесть идей вместе с падающими каплями откроют новые жизненные пути. А торжественный и волнительный момент получения студенческого билета останется в памяти на долгие годы. Поздравить ребят с этим событием пришел председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. От имени руководства города, от души поздравляю вас с зачислением в этот замечательный вуз. Вуз, который во многом определяет лицо нашего города Бреста. В прошлом году мы отпраздновали тысячелетие нашего родного города. Появились новые объекты, появился западный обход, Кобинский путепровод, новый автовокзал. И я с этого микрофона заявляю, что прежде всего это сделано руками выпускников нашего технического университета. Гордитесь, что поступили в этот замечательный вуз. Активно участвуйте в общественной и культурной жизни нашего города. Мы вместе и лучше Бреста нету места. Среди первокурсников технического университета самые эрудированные молодые брещане. Маргарита Равнейко блестяще сдала централизованное тестирование, набрав сразу по двум предметам результат в 100 баллов. В вузе, в родном городе, она нашла для себя профессию и уже с нетерпением ждет начало учебного года. Особенное спасибо огромное. Хочу сказать, конечно же, своему маме, которая помогла мне поступить. Это во многом ее заслужило. Мне кажется, что надо с надеждой на светлое будущее смотреть и уверенно шагать по этому пути. Как-то стараться преодолевать трудности. Главное с уверенностью. Мастера спорта, победители предметных олимпиад, выпускники педагогических классов. Именно такие ребята пополнили семью Пушкинского университета. Более тысяч абитуриентов стали студентами. В вузе ждут от первокурсников успешной учебы и активного участия в конкурсах и проектах. В наш университет в этом году пришло много новых студентов. Больше тысячи человек, которые поступили в университет на различные специальности. Очень приятно то, что среди них много мастеров спорта, мастеров спорта международного уровня. Это на факультет физвоспитания. Поступило 18 студентов, которые являются выпускниками педагогических классов. 25 человек, которые имеют дипломы с отличием или аттестат с отличием. И все эти ребята, как и многие другие, которые выдержали конкурс, сегодня придут в учебные аудитории. Конечно, 1 сентября – день особенно волнительный для первоклассников, которых в этом году в областном центре рекордное количество – 5058. 120 юных брещан пришли за знаниями в гимназию номер 6. Этот день им особенно запомнится вниманием и подарками. С легкой грустью пришли на торжественную линейку выпускники-одиннадцатиклассники. Это событие для них проходит в последний раз. На душе волнение и легкая грусть. Я иду в одиннадцатый класс. Это, естественно, очень волнительно, потому что выпускные экзамены скоро, ЦТ, выбор университета. В то же время ты идешь и понимаешь, что это последнее 1 сентября. С какой-то детской непосредственностью. Какая-то такая радость. Даже погода, которая сегодня подкачала, она не смогла испортить моего настроения. Я неимоверно счастлива идти в эту гимназию. Я понимаю, что это уже последний вот такой вот этап детства. И в целом я ожидаю очень многого от этого года. Я понимаю, что придется напряженно трудиться. Я к этому готова. Я хотел бы все-таки официально от Брестского городского исполнительного комитета, от Брестского городского совета депутатов поздравить всех учащихся школ города Бреста, поздравить педагогов, многочисленную армию педагогов нашего города, поздравить, конечно же, родителей, дедушек, бабушек с этим замечательным все-таки днем, днем знаний. Конечно, пожелания успехов и учителям, и ученикам в освоении школьной программы, в получении знаний. А для гимназии номер 4 1 сентября 2020 станет днем, когда исполняются мечты. Учреждение образования давно нуждалось в такой площадке, где могли бы развивать свои способности местные юные спортивные дарования. И теперь современное поле для занятий здесь есть. Оно должно стать местом притяжения для Старого района Востока. Вокруг в домах живут сотни ребят, для которых эта площадка, возможно, послужит первым шагом на пути во взрослый профессиональный футбол. Постараюсь площадку сделать с 1 сентября для того, чтобы после уроков дети могли не только сидеть в гаджетах, а больше отличить от этих гаджетов, чтобы они могли пойти и позаниматься спортом. И эта площадка, она очень будет важной, это не только для учеников 4 гимназии, но и также для жителей микрорайонов, потому что в целом она закрываться не будет. Ее задача для того, чтобы постараться массово влечь детей, скажем, в спортивную, и так более, юношей, и взрослым надо тоже заниматься спортом. Вот это уже 4-я площадка в городе Бресте за год. В 20-й школе, в 6-й гимназии, в 24-й школе и сейчас в 4-й гимназии. Задумка еще есть. Есть там, где находится Манеж, вы знаете, да, который Федерация построила вместе с местными органами власти. Есть задумка там тоже самое положить большое полноразмерное поле 105 на 68 рядом с Манежем в городе Бресте. Реализовать проект удалось силами сразу трех партнеров – Белорусской Федерации футбола, городских властей и предприятия «Санта-Бремор», руководитель которого – Александр Машенский, выпускник 4-й гимназии. Свою поддержку он адресует учебному заведению, где прошли годы его становления. Руководитель одного из крупнейших предприятий страны уверен, так сегодня можно оживить старые районы, добавить в их размеренный ритм больше эмоций и красок. Я задумался еще раз о старых микрорайонах, о тех школах, о Старом Востоке, если можно сказать. И я считаю, что последовательные шаги привлечения внимания – то есть это как бы следующий важный этап моей позиции, например, гражданской. И вот сегодняшний стадион – это следующий шаг. Дальше, вот вы видите, с правой стороны есть легкоатлетический стадион, поэтому я в своих силах буду делать то, что, вернее, возможно, в моих силах я буду делать для возрождения Востока и для того, чтобы школы и микрорайоны Старого города стали лучше. Анастасия Назарин-Плотницкая, Павел Молшонок, Эдуард Букуноч, Александр Макаревич. Итоги недели. Продолжаем выпуск. Год назад Брест отметил тысячелетний юбилей. Помните, как это было? Масштабно, грандиозно! Сколько гостей принял наш город, сколько праздников было проведено, сколько нового построено. 4 сентября, год назад, открыли после долгой реконструкции новое здание кукольного театра. Величественное здание уникально в своем роде. Дворец, который стал украшением центральной улицы города и еще одной его визитной карточкой. Прошел год. Непростой, но все равно творческий. Чем сегодня живет и дышит театр и его замечательные артисты? Какие планы? Не сомневаемся, они грандиозные. У руководителей труппы с этим вопросом пришла в храм кукол наш корреспондент Ирина Кузьмич. И у всех зрителей она спрашивает. Любите ли вы театр, как полюбила его я? Прямо сейчас смотрите ее материал. Вот уже год на этом месте стоит большое и красивое здание. Никакие преграды не могли помешать тому, что к тысячелетию Брестский театр кукол был введен в эксплуатацию. Казалось, это было только вчера. Почти 10 лет шла работа над возведением этого уникального комплекса. И несмотря на то, что дело было непростым, то, что в итоге получилось, притягивает к себе восторженные взгляды до сих пор. 4 сентября 2019 года в большом мероприятии, посвященном церемонии торжественного открытия, приняли участие представители вертикали власти области и города. В обновленном здании для сотрудников Брестского театра кукол этот год пролетел. Но в копилке творческого коллектива появились новые награды и планы на будущее. Мы планировали и планируем и хотим создать какой-то свой фестиваль. Мы думаем над этим. Но опять же, сегодня очень опасно заявлять и приглашать, потому что даже те фестивали, на которые мы были приглашены в прошлом году, к сожалению, они не состоялись. Поэтому как оно будет развиваться? Конечно, мы не будем стоять на месте, конечно, мы будем придумывать. Но мы поучаствовали в фестивале в формате такого заочного, заочной организации. Это Иранский университет выдвинул предложение принять участие для молодых специалистов, для молодых режиссеров. И у нас пришла девушка молодой специалист, она артистка, но очень активно она включилась в работу. И мы отправили наш видеоролик, пока еще нет отзывов, но я надеюсь, что нас заметят. В марте нынешнего года творческий коллектив театра перестал работать со зрителем из-за непростой эпидемической ситуации. Как для одних, так и для других эта мера безопасности больно ударила. Но сотрудники Брестского театра «Кукол» не могли сидеть на месте и решили создать новую форму контактов со зрителем, чтобы даже на расстоянии дарить людям сказку. Мы перестроились, переформатировали свою работу. И если вы следили за нами, я думаю, что многие следили, мы придумали новые проекты. Это и БТК в каждый дом, где читали сказки. Мы такой реализовали проект вместе с Брестской крепостью, мы читали письма. Мы записывали песни, мы, ну, очень много. Мы поставили за это время новый спектакль, называется «Перелетная». Поэтому сказать, что мы не работали, мы активно работали, мы активно думали. И судя по тем лайкам, которые мы получали, мы открыли YouTube-канал, вы знаете, судя по тем лайкам, которые мы получали, мы были интересны. Кроме этого, сотрудники Брестского театра «Кукол» открыли дополнительные студии по интересам. Настоящие мастера своего дела преподают здесь хореографию, эстрадный вокал, воздушную гимнастику, актерское мастерство, изобразительное искусство и дизайн. Для каждого и малыша, и взрослого найдется занятие по душе. Вы знаете, воспитанием любого поколения всегда занимались, занимаемся и будем заниматься. И вот это взаимодействие школа, театр, родители, конечно же, вот этот тандем, это очень важно. И те родители, которые заинтересованы, чтобы ребенок был в пределе, чтобы ребенок был, ну, как ни банально звучит, всесторонне, гармонически развитым, конечно же, они приведут и на спектакль, приведут в студию для того, чтобы, ну, вот, не только воспитание, но еще и развитие этих задатков, которые вот предопределила природа. Брестский театр «Кукол» не только открывает таланты, но и знакомит с искусством. Спектакли, которые представляют зрителям, учат доброте и любви, рассказывают о том, что в жизни бывают трудности, с которыми нужно бороться, и напоминают, что добро всегда побеждает зло. Один из таких – спектакль «Перелетное», по мотивам мультфильма, автором которого является Юлия Ронова. Именно эта постановка сегодня открыла 58-й театральный сезон. Все начинается с мечты. Очень важно верить в себя, что-то делать для этого, для своей мечты, и она обязательно осуществится. И хотелось бы пожелать всем, и взрослым, и маленьким деткам, чтобы на их пути обязательно встретился человек, который своевременно мог бы подать зонтик. Ну, это уже исходя из нашего сюжета, нашей постановки. Для всех открытие театрального сезона – важное событие, но больше всего его ждали актеры, ведь они по-настоящему соскучились по зрителю и по тем светлым эмоциям, которые они им дарят. И мы ждем, и зритель ждет эмоций, поэтому мы будем максимально стараться, чтобы хоть как-то какую-то там добрую частичку внутреннего мира зацепили, чтобы зритель все-таки реагировал. Это самое главное. Мы надеемся, что мы в новый сезон выйдем с премьерой и уже надеемся, что будет зритель, который это оценит. Сегодня перед входом в мир волшебства и фантазии огромная очередь. Дети и взрослые в приятном волнении ожидали начала мероприятия. Кто-то пришел сюда в первый раз, а кто-то – частый гость и друг Брестского театра «Кукол». Но здесь рады всем и всегда. Мы ждем, что будет очень интересно. У нас начался учебный год, и сразу придумали такое времяпровождение. Дети довольны? Ждали открытия театра. Очень любим сюда ходить. Мы занимаемся здесь по вокалу. У нас старший ребенок занимается. Девочки тоже ходят на подтанцовку. Хотим много эмоций получить. Открытие 58-го театрального сезона началось ярко и весело. Маленькие зрители были в восторге от персонажей сказы, которые провели ребят в страну фантазии. Виват театр. Да здравствуют актеры. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БукТВ. Говорим о том, что важно и что интересует всех. В нашей стране порядка 15% супружеских пар бесплодны. Это официальная статистика. Решают эту проблему по-разному. Кто-то прибегает к помощи суррогатных матерей, другие – к процедуре экстракорпорального оплодотворения. И одно решение, и второе – дорогостоящее. И в плане психологическом, но и материальный фактор никто не отменял. Государство готово помочь. С 1 января 2021 года одна попытка ЭКО будет предоставляться гражданам Беларуси бесплатно. Возможность эта адресована супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, и все медицинские показания не препятствуют этой процедуре. Для тех, кто уже практически потерял веру стать родителями маленького крохи, этот шанс будет уникальным. Мы разбирались, насколько актуальна проблема бесплодия в регионе, и что делать, когда кажется, что шансов уже нет. Медикогенетическая консультация Брестского роддома – небольшой, но достаточно многопрофильный центр, который для сотен брещанок стал местом исполнения чудес. Благодаря знаниям и опыту, которые есть у работников, каждый год более 20% от всех обратившихся за помощью становятся родителями. Во многом благодаря грамотно спланированному и проведенному комплексному лечению. Бесплодие – это отсутствие зачатия в течение одного года без использования каких-либо методов контрацепции. И к нам обращаются обычно, когда уже этот период больше, чем год, и тогда женщины обращаются для лечения, для обследования и нахождения причины такой патологии. Обычно они сначала обращаются в женские консультации по месту жительства, проходит первичное общеклиническое обследование, сдаются на инфекции, и если есть показания, они лечатся у себя в женской консультации. К нам они уже попадают тогда, когда пройдя весь первичный комплекс обследования и пройдя все методы лечения, которые были показаны, тогда они уже попадают в нашу медико-генетическую консультацию. Конечно, беременность медики советуют планировать. Не всегда потенциальные родители знают, имеют ли заболевания, которые могут негативно сказаться на здоровье будущего ребенка. Многое определяет образ жизни мамы и папы, а также то, как они беспокоились о своем здоровье до беременности. Для брещанки Екатерины этот пункт всегда был и остается важным. Нужно вообще всю жизнь ухаживать за своим здоровьем, начиная с малого возраста, ответственность на родителях лежит за это. А потом уже женщина сама становится ответственной за свое здоровье. Естественно, это ежегодные профилактические осмотры необходимы. И хорошо, если все хорошо. Но есть и другая сторона медали – диагноз бесплодие. Его ставят в том случае, если у пары в течение года не наступает беременность. Причин может быть много. Нередкость – хронический стресс, в который будущая мама загоняет сама себя. Из-за напряжения в организме развивается гипоксия. Страдают многие органы, в том числе и половые. Отсюда и репродуктивные нарушения. Сам процесс беременности, вынашивания беременности требует от организма усиленных возобновлений каких-то резервов. Чтобы ребенок 9 месяцев мог получать достаточное количество кислорода, питательных веществ, для этого женщина должна быть здорова. И сам процесс родов, неважно, как он проходит, то ли роды естественным путем, то ли кесарево сечение, в любом случае здоровье женщины не должно пострадать во всем процессе осуществления материнства. Когда руки опускаются, надежды стать родителями практически нет. Последним шансом услышать заветное «мама» или «папа» становится экстракорпоральное плодотворение. На эту процедуру ежегодно решаются десятки семейных пар. Платно. С 1 января 2021 года при соблюдении определенных условий одна попытка может стать бесплатной. Обязательно это должны быть граждане Республики Беларусь, это должна быть супружеская пара, зарегистрированная законодательством, и возраст женщины до 40 лет. Такие вот моменты будут учитываться. Заветное материнское счастье – большая радость. Оно складывается из первой улыбки, звонкого плача, первых объятий и сказанных слов. Более 2,5 тысяч малышей появились на свет в этом году в городе над Бугом и были зарегистрированы в Брестском отделе ЗАГС. Мальчиков традиционно больше – за 8 месяцев на 97. Кроме ласки, заботы и любви, родители дарят своему малышу имя, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни. Самыми популярными именами среди девочек у нас на первом месте лидирует София. Второе место у нас принадлежит Марии, третье у нас занимает Алиса, четвертое – Анна, а пятое делят между собой Ева и Полина. Среди мальчиков у нас лидирует сейчас пока Михаил. На втором месте у нас держит уже позицию Артем, хотя несколько лет подряд у нас Артем был на первом месте. Но еще не конец года, может быть, Артем снова прорвется на первое место. На третьем месте у нас Максим, четвертое принадлежит Даниилу, а на пятом у нас Роман. Нередко родители выбирают имена с изюминкой для своих чад. Так только в этом году среди юных брещан появились Сандра, Жасмин, Аврора, Афина, Аминахон, Сава, Панкрат, Никон, Добрыня. Да, имя определяет многое в судьбе маленького человека, но самое главное – это то, чтобы он был здоров и окружен теплом, заботой и любовью. Мама и папы, которые его появление очень ждали. Сентябрь пришел на смену августу, а осенний сезон всегда влечет за собой изменения в различных сферах жизни. Колебания курса валют, плата за школьное питание и учебники, новые тарифы ЖКХ в октябре и многое другое. Стоит ли бояться подорожания проезда в транспорте? Будут ли введены новые льготы для студентов и пенсионеров на пассажирские перевозки пригородного назначения? И как работают железнодорожный и автовокзал города сегодня, когда случаи коронавируса еще выявляются? Обо всем этом в сюжете Людмила Логодич. Лето имеет свойство неожиданно заканчиваться, и впереди ждут новые заботы. У одних связанное с началом учебного года, у других – с завершением дачных работ. Однако железнодорожный вокзал и автовокзал города Бреста обязаны предоставить качественные услуги перевозок пассажиров, невзирая на пору года. А качество предполагает определенную цену. Порадуют или огорчат брещан тарифы на осенний период? Какие льготы имеют место быть? Список или категорию льготников. Эту информацию можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105. Эту информацию можно получить на вокзале, в частности на Брестском железнодорожном вокзале, в доступных местах. Если категория пенсионеров раньше предоставлялась им скидка по 30 сентября, то в этом году эта скидка будет предоставляться с 1 мая по 31 октября. Скидка для пенсионеров предоставляется в размере 50% стоимости проезда. Значит, для приобретения проездного документа необходимо обязательно оригинал удостоверения пенсионера. Для лиц, достигших пенсионного возраста, по возрасту, льготы у нас действуют в сентябре 50% на пригороде. Кстати, хочу сообщить, что указом президента еще в мае месяце продлен этот срок на октябрь месяц. Так что, уважаемые пенсионеры, можете пользоваться льготами еще и в октябре месяце. Перевозчики Гродинской зоны вводят льготы именно для студентов. Пинская зона интересная, Альшаны, там перевозчики Столинский автопарк, Пинский автопарк, они тоже поводили для студентов льготы. Там категория льгот, проценты колеблются от 25% до 50%. Поэтому это неплохое подспорье для студентов. Они пользуются активно этими льготами, особенно на выходные дни, когда нужно к родителям съездить. Отправляясь в поездку в общественном транспорте, пассажиры хотят быть уверены, что перевозчики приняли все возможные меры действия по сохранению здоровья каждого человека. Руководство Брестских вокзалов это понимает. А потому все санитарные меры соблюдаются. Они действовали, действуют и не перестанут действовать в обозримом будущем. Осенний сезон, сезон простуд. Тем более опасный ковид не отступает. Выявляются новые случаи больных. Однозначно это масочный режим, перчатки. Помимо этого автобусы в автопарках непосредственно обрабатываются средствами. На автовокзале мы у себя предупреждаем пассажиров соблюдать дистанцию. Опять же уборщики автовокзала три раза в день производят обработку мест, которые особо доступны для пассажиров. Вокзал постоянно обрабатывается средствами, подоконники, вся территория вокзала обрабатывается. Мы кассиры в масках, в перчатках. Конечно, транспортные организации Бреста принимают все необходимые меры для того, чтобы горожане были спокойны. А главное – здоровы. Но и человеку нужно быть на чеку. И в большинстве своем люди это понимают. Надо предохраняться еще, потому что мы не знаем, он прошел или не прошел, мы этого не знаем. Поздно пить боржоми. Все знают окончание этой крылатой фразы. Продолжим по-другому. Здоровье нужно добывать самому. Продолжаем выпуск. Провести две недели в полевых условиях, выполняя задания разной сложности и проверяя себя на прочность. Не каждому под силу. Но участники международных соревнований «Армейские игры-2020» с этой задачей справились. На территории полигона «Брестский» выступали военные из семи стран, среди которых, помимо наших земляков, борьбу за победу вели команды из России, Узбекистана, Вьетнама, Сербии, Армении и Таджикистана. За время проведения международных соревнований «Армии-2020» участники прошли три конкурса – «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и впервые «Уверенный прием» для подразделений связи и военной IT-элиты. Градус соперничества среди команд-участниц на протяжении всех дней был на пределе. Финальный этап конкурса «Снайперский рубеж», где стрелки показывали свое мастерство, получился по-настоящему захватывающим и ярким. Точную стрельбу и быстрое преодоление препятствий демонстрировали участники «Армейских игр-2020», которые стали своеобразной олимпиадой для военных. Участники из Беларуси, России, Узбекистана, Вьетнама, Сербии, Армении и Таджикистана собрались на полигоне Брески для мирной миссии. Здесь они демонстрируют свои навыки и отстаивают честь своей страны. В этом году конкурсную программу усложнили, создав условия для настоящей борьбы характеров. При этом возможность проявить себя была не только у опытных военных, но и у тех, кто совсем недавно пришел служить. Правда, без основательной подготовки не обошлось. Готовить около двух месяцев именно на «Снайперский рубеж». Ну, еще в течение срочной службы у нас были сборы и подготовка на другие мероприятия и соревнования. Так что почти в срочную службу. Украшением и нововведением шестых армейских игр стали девушки. Пока не в роли участниц, но, вероятно, уже в следующем году женская команда сможет соревноваться на равных с мужчинами. А потому представительницы прекрасного пола старались изо всех сил. Два месяца назад Анна Новик пришла в 38-ю бригаду, а сейчас борется наравне с другими девушками. Попробовать свои силы на соревновании Анне предложили, потому как знали, что со спортом она на «ты». Не один год профессионально занимается бегом. К выступлению девушку готовили лучшие снайперы и командиры три недели. Мне все очень понравилось. Атмосфера соревнований. Все девочки молодцы. Бежали, боролись, сражались с собой. Я считаю, показали достаточно хорошие результаты. Все молодцы. Скорость, точность и сила – те составляющие, которыми должен обладать каждый участник международных соревнований, армейские игры, уверены военные. Финальный этап снайперского рубежа был непростым. Несколько разнопрофильных этапов и только один шанс победить. Отличная физическая подготовка играет в этом не последнюю роль. Преодолеть километровую дистанцию с определенной системой штрафных очков за короткое время – цель, которой стремилась каждая команда. Но в этом году лидерство в серьезном соперничестве отвоевали военнослужащие из Узбекистана. Тренировались хорошо. И ребята настроены хорошие. Непередаваемые ощущения. Не могу передать. Молодцы. Узбекистан! 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 Несмотря на то, что команда Республики Беларусь в конкурсе «Снайперский рубеж» не смогла показать отличный результат, по итогам всех этапов армейских игр белорусские военнослужащие заняли первое место. На этом этапе, на четвертом, мы все-таки ставку делали на стрельбу. Не пошла стрельба у нас сегодня, это наша проблема. Бег мы здесь не делали на эту ставку, они стрелки. Не комплексно готовы бежать, поэтому есть нюанс. Это соревнование, это кому как повезло. Я понимаю, что узбекская сторона была настроена решительно. Ну, а наши дамы, ну, наверное, это было украшением всего этого. И мы для себя сделали основной вывод. Мы будем заявляться на следующий год, мы готовы провести снайперский рубеж среди женских команд. Мы сейчас будем готовить предложение, будем в оргкомитет отправлять. И если поддерживать, то мы, в принципе, готовы это провести. Есть на работе какие-то изменения мы хотим провести, я имею в ходе. Для женщин есть особенности свои, но структура останется та же и по стрельбе посмотрим. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Утиный хвост, французская вилка, голливудская и испаньолка, лесоруб и верди, окладистая, но мы эти это набор странных слов? Нет. Это формы бороды, которые предпочитают мужчины. И поверьте, названий причесок более 20. Сегодня, в первую субботу сентября, отмечается Всемирный день бороды. Есть много интересных фактов об этом атрибуте внешности. Например, во времена Петра Первого обладатели бороды облагались налогом. Австралийские бородачи испокон века метают в этот день топоры. В Америке строят живые пирамиды. Но признать стоит одно. Сегодня борода стала модным трендом и частью мужского имиджа. В честь нее даже слагаются песни и открываются специальные клубы. Несомненно, одно. Борода всегда была и остается ярким признаком мужественности и брутальности ее носителя. Так считают брестские бородачи, с которыми познакомилась и пообщалась наш корреспондент Людмила Логодич, который утверждает, борода – это круто. Мода и красота – понятия очень переменчивые. И в разные времена в истории существовали стереотипы, следуя которым можно было претендовать на популярность в глазах противоположного пола. А какая мужская внешность заставляет сегодня женское сердце биться сильнее? Для мужчины не важна красота, для мужчины важен внутренний мир. До замужества нравился один степаж мужчины, но по итогу получилось, что красота не важна, и степажи не важны. Мне нравятся брюнеты очень. И если касаемо растительности, то я предпочитаю, чтобы не было ни легкой щетины, ни бороды, тем более ничего такого. Мне нравятся брюнеты с темными глазами. Высокие брюнеты, кареглазые, блондин, наверное. У меня муж блондин, поэтому, да, такой типаж мне больше нравится. А насчет бороды? Ну, если ухоженная борода, почему бы и нет? Внешне, вы знаете, то брюнеты, то блондины, то в последнее время лысые. Вообще нет определенного типажа. А если есть какая-то растительность, например, борода, как вы относитесь к этому? Если мужчина умный, пусть будет и с бородой. Предпочтение у брюнетских красоток разное, но согласитесь, борода – это круто. Ее обладатель никогда не останется без женского внимания. Знакомьтесь, герои нашего сюжета – Виталий и Сергей. Члены международного братства бородачей – Бедед Уиланс. Брутальность, мужественность, твердый характер, но вместе с тем доброта, радушие и сердечность – это те черты, которые отличают носителя бороды, уверены мужчины. В какой-то момент щелкнуло и перестал бриться. Когда борода пошла в рост, начал расти, посмотрел прикольно, в плане того, что более мужественнее. Потом книга такая попалась в руки, история бороды. И я там прочитал вот это вот, все такое дело, как бы, ну, заинтересовало. Начал растить, начал ухаживать. Люди начались, которые тоже единомышленники такие. И, соответственно, вот постепенно, постепенно пришел к братству. Борода вообще, в принципе, у славян она была как сакральный символ. Это то же самое, как коса, наверное, у самураев. И, в общем, в принципе, мне всегда нравились мужчины с бородой. Они выглядят мужественно, брутально своего рода. И, кстати, это брутальность обманчива. Обманчива чем? Что люди думают, что мы брутальные такие и, в принципе, злые отчасти. Нет, мы люди добрые, всегда идем на взаимовыручку друг к другу. И не в зависимости. Есть борода у человека, нет у бороды. У братства бородачей есть пять столпов. Это, в первую очередь, борода, благотворительность, семья, уважение, лояльность. На этом и, в принципе, держится братство. Вот так дела. Нам, казалось, растет себе борода и растет. Но такое обманчивое мнение может сложиться у стороннего наблюдателя. Только не у членов братства, в которое, кстати, входят и многие стилисты барбершопов. И только они, бородачи, знают, что без постоянного ухода не видать ухоженной красивой бороды, как своих ушей. Чаще всего мы ориентируемся на предпочтение клиента, а также на индивидуальные особенности и рост волос бороды. Обращаются клиенты с удлиненной щетиной, где-то классическая борода, намного реже это испаньолка, типа ван дейка. Данного клиента тип бороды – это верди, может быть, чуть-чуть подлиннее, это будет уже гарибальди. Блондины и брюнеты, аккуратно выбритые, с легкой щетиной, с усами и с бородой. Все мужчины разные, и женщины принимают их такими, какие они есть. Но ведь главное-то не внешний облик, а то, что спрятано где-то там, далеко. Почему-то принято, и в принципе, как такой же тоже сложенный стереотип, это если человек борода, значит он байкер. Не обязательно. В принципе, бородатых людей хватает, и они могут быть просто пешеходами, просто автолюбителями, операторами. Так что, в принципе, борода, ну это как стиль жизни, это какой-то такой, это, наверное, скорее всего, такая, ну, часть, часть тебя. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова